Город-курорт Анапа. Приветствую от вас, дорогие друзья. Вы наблюдаете полет нашего воробья, последний. К сожалению, он сегодня утонул в море, но подарил нам напоследок вот такие великолепные кадры. Наконец-то пролет над колесом обозрением, речка Анапкой. И, конечно же, то, что вы давно просили, Юрий, покажи центральный пляж Анапы. Большой вопрос, зачем люди купаются в речке Анапка? Для чего вы это делаете? Не жалеете своих детей. И море вот с правой стороны вообще чистейшее, ну а слева немножко водорослей. Ну а теперь все подробнее в нашем сюжете. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в городе Курохтинапа. Хотелось бы сказать солнечным, но сегодня у нас пасмурно. Хотя по прогнозу вообще обещали дожди, грозы. Там даже светит солнышко, надо мной немножко стали тучки. Мы находимся в конце Пионерского проспекта. Начало улицы Красноармейская. Работа ведется, видите, уже залит бетончик. Прин супер! Это будет лучшее новшество в этом районе. Здесь, конечно, стало совсем грустненько, дорогие друзья. Без тополей, без деревьев, которые здесь были. Металл, бетон. Ни хрена не чувствуется корот. Ладно, заходим в парк джунглей. Смотрим, что здесь есть. Вот коты работают, продают кучу разных вкусняшек. Людей идет поток. Вот они идут с Алексеевки, с Анапы. Оттуда пешочком. Допустим, со своего ЖК я тоже здесь хожу пешочком, когда в Анапе, допустим, если бы захотел пойти на море. Но я на Центральный пляж, честно, не хожу, никому не советую. Но так как он и есть, там самое большое количество людей, то я его тоже должен вам показать. Стоимость всех аттракционов, которые есть в этом парке аттракционов. На каком бы вы хотели прокатиться, напишите обязательно. Тевростар точно знаю, что подорожал на 100 рублей, потому что бы вы катались по 500 на нем. Есть видеообзор на канале, так что если что, смотрите. В общем, туда много аттракционов. Там через мостик еще развлечений полон двор. Тут сама территория парка, в принципе, ухоженная. Очень красиво все реализовано. Вечером классно с подсветкой здесь гулять, высаженная зелень. В будущем оно будет вообще здесь прям очень классно выглядеть. Перешли по пешеходному переходу. Он срабатывает здесь хорошо. Машинки останавливаются. Здесь продаются напитки, курортный ассортимент товаров. И вот видите, по вечерам в кафе Островке работают развлекательные всякие шоу-программы. Так что можете прийти, повеселиться здесь. Здесь собирается огромное количество наших рыбачков. То есть за кувшинками, ребята, можно вот сюда прийти их посмотреть. Они здесь тоже растут. Прям в речке Анапки никуда ехать не надо. Ну, иди по хмелись твоей рыбачки. Иди по хмелись. В общем, рыбаков одни и те же разговоры. Итак, Фатини. Арочная конструкция. Выглядит очень симпатично на входе. Здесь вот в правой стороне пообирали все торговые ряды. И довольно-таки комфортно идешь вдоль реки. Красота. Чистота. Ну, мне прям, честно, очень нравится, друзья. С той стороны теперь тут все. Вещина одежда. Это прям не очень хорошо смотрится. В профном городах. Вот если просто красиво дверки, как они рассчитывали эти магазины. Зашел покупатель. Ну, я так понимаю, что так, наверное, не сильно заходят вовнутрь. Скамеечки с правой стороны. Есть бегемотики. Ну, и людей, конечно, идет очень много. Немножко из передачи «В мире животных». Можете видеть уточку с утятами. Красотища. Тут еще лебеди бывают плавать тоже с лебедятами. С той стороны он прям жестко смотрится. Люди ходят и амбрузия растет. Так, посмотрели прогулочные зоны здесь. И отправляемся готовиться музыкант создавать настроение. Анапским ребятам, кто прогуливается здесь, мы вводят порядки. Чтобы было все чистенько. Вообще шикарно это все смотреть. Прям очень все красиво. Очень приятно. Кстати, вот у нас есть такая арочка, на которой можно пройти. Домочек будет тоже очень красиво. Ну, лебедей сегодня я не вижу. Наверное, уже поздно. Идем. Они с утра были. Это, дорогие друзья, знаменитый отдыхающий города-курорта Анапа. Говорят, если потереть ему мизинец, то исполнится любое желание. И, видите, он немножко так подстерт его. Каждый год подкрашивает. Ну, вот, ближний ко мне палец. Смотрите, загадывайте, приезжайте. Говорят, девушкам дает детей. Мужчинам красивых и богатых жен. Ну, а детям исполняют просто все их желания. Так что, welcome to Анапа. Наборы разных фруктов продают. Ну, и здесь было кафе. Его брали. Осталась тухарочная конструкция. Честно, смотрится, она очень даже симпатична. Купить там себе чебуреки, кофе, чай можно недорого. Здесь вкусные, кстати, точки. Сам здесь ел неоднократно, особенно вот в этой. Пожалуйста, тоже ценники. Одну курицу и 20-рога с картошкой. Ничего не надо. Вот такие вкусняшки, ребятки. Выбежь, коряк. И что еще? Вызываем у вас желание поесть. Здесь вход на сам центральный пляж. Направо можно пройти за речку Анапку. И в левую сторону прогуляться в сторону улицы Гребенской. И там тоже будет прям очень много всего интересного. По левой стороне ровное количество столовых. Которых, в принципе, очень даже нормальные цены. Смотрите, какие у нас фишки есть. Вот такой вот устрицы. Бар можно себе прикупить. Вареный ракет. Пивно пива. Рюбки в аквариуме. Красиво. Столовая Родина. Гиру. Шашвычки. В общем, здесь голодным в Анапе остаться очень сложно, дорогие мои. Здравствуйте. Здравствуйте. Озвучено, пожалуйста, цены на шашвычок. Все по 79, кроме рыбки и лангустины. Понял. Спасибо большое. А рыбка и лангустины? Парелька 350 за штучку. Семга 250 за 100 грамм. Лангустины 100 рублей штучка. А овощи тоже по 77? 79 за 100 грамм. Надо вешать. Спасибо большое. Хорошая работа. Друзья, если какой-то информации не хватает в обзор, то пишите обязательно. Я, честно, в этом году пытаюсь быть максимально полезным, чтобы вам было интересно. И снимаем как можно больше информации о тех местах, где можно кушать, отдыхать, так сказать, развлекаться. Ну, я думаю, что вы это уже оценили. Здесь еще могли... Ну, в общем, короче, остаться голодным или без пива на центральном пляже прям, ну, очень сложно. Всегда уточняйте конечную цену на все предлоговые услуги, чтобы потом не разочароваться. Рыбки пилинг, бесплатный душ, пожалуйста, вам. И ножки можно помыть на пляже. Здесь вы можете увидеть, что батутный сервис. И есть кенгуру, такие вот можно попрыгать, да. А также есть плавательный бассейн, в котором можно купаться. Здесь мой друг должен работать. Рубик, его, если давно меня смотрите, тоже должны знать. Но сейчас что-то не вижу. Есть переодевалки, спасательный пост, флаг желтый, купаться разрешено. Есть левой стороны бар, вот такие вот бесплатные качельки в форме надписи Анапа. То есть у нас очень много мест, в которых можно искупаться. Это Кипарисовое озеро, например. Ну, Анапа, наверное, не лучшая из них. Потому что даже если сюда не сливаются сточные воды, то у нас есть большой бассейн, в котором гниются водоросли, камыши. То есть, ну и все, все, все. И отсюда, поэтому вода течет у нас черная, в первую очередь. Люди почему-то выбрали для купания именно речку Анапа. Она, конечно, теплее, безопаснее. Но смысл приезжать на море, чтобы купаться в реке. Просто вот какой. Потом у нас ротовирусы, люди болеют, говорят, а здесь чего? Это мы, наверное, где-то продуктами отрылись. Да нет, дорогие мои, это в речках перекупались. Потом других, тех, кто купались, если вы даже не купались, ходят, где они что-нибудь щупают. Вы за ними. И ротовирусы, такая вот хрень, которая передается таким вот путем. Поэтому, ребят, приезжайте. Welcome to Mori. Здесь сейчас смотрим центральный пляж. Море чистое. Отойдите влево-право от речки Анапки и кайфуйте от души. Не купайтесь в реке. Я вас, честно, очень прошу. Но можно констатировать факт, что пляж, в принципе, убран. Вы можете видеть, что очень чисто на берегу. Есть лежачки. Здесь, где нет тени и лежаков, это бесплатные зоны для отдыха. Камера хранения по 100 рублей. Пожалуйста, можете прийти оставить какие-то свои вещи. Также есть вот услуги массажа. Работают ребята. Прямо прийти от души. И лежаки. Вот почему-то на всех пляжах приходишь, и здесь инфа. Здесь я что-то не особо вижу. Вот он, медпункты, спасательная наша. В той стороне бар. И еще одна массажная комната, что хватило. Точно все. Вот платная зона. Прокат шезлонга 400 рублей весь день. Прокат зонта 1300 рублей на весь день. Прокат вип-зоны 2300 рублей весь день. И прокат матраса 100 рублей весь день. Вот они зонты, вип-зоны. Это вот эти вот. Вон там шезлонги, которые стоят. Вот так вот можно отдыхать на центральном пляже. И вот такое вот столпотворение, друзья, на пляже. Здесь людей меньше. Всего лишь потому, что здесь у берега есть водоросли. Можете его видеть, да? Вот на выходе воды из речки Анапки. Офигеть, ребят. Сколько там людей. Как это красиво смотрится, когда столько людей отдыхают. И никто никому не мешает. Тут, видите, купаться запрещено. Это техническая зона. Не бойтесь. То есть не просто в Анапе купаться запрещено, а именно здесь. И давайте пройдем немножечко в левую сторону. Посмотрим, как выглядит вообще наш пляж. Тут дача, понятно, насколько там чистая вода будет. Но здесь сейчас, как бы, мне не очень заходит. Самое главное, что люди отдыхают. Им нравится, ну, как говорится, все остальное уже не важно. Мы им желаем всем хорошего отдыха. И чтобы все у них в жизни получилось именно так, как они этого хотят. Ну, количество людей, я думаю, порадует всех тех, кто ждал хорошего сезона в Анапе. Я вам хочу сказать, что в прошлом году здесь их было меньше. И в этом году их стало больше. Но меньше лежат именно на лежаках. Это как раз таки говорит о том, что люди больше экономят, чтобы, ну, потратить как можно больше денег на айду, там, развлечения, может быть, чтобы сэкономить на лежаках. Ну, и кто снимает лежачки, тоже такие люди есть. Есть прокат сапов, ребята задают. Также катамаранчики. Снять сап можно за 800 рублей, катамараны по 1000 рублей. Это ценники за час. Спасибо, ребята, хорошая работа. И мы двигаемся дальше. Смотрим, как у людей здесь просто протекает отдых. Вот видите, мы отошли чуть в сторону. И туда есть такие свободные зоны, даже на центральном пляже. Те, кто говорят, о, там селедки в бочке там или еще что-то. Да нет, ребята. Вы просто как-то, наверное, не так смотрите на отдых. Пришли, уперли в коврице в море и остановились с купанием. А вон, посмотрите, какие территории просто огромные, на которых можно спокойно отдыхать, и вас оттуда никто не будет выгонять. Да и даже здесь вот уже люди лежат посвободнее. Ну, и вот мы прошли в сторону немножко. Надо вернуться к морю и показать вам, насколько чистая водичка может быть. Там, где есть водоросли, даже гуляя по центральному пляжу, приближаясь к самому, так сказать, жесткому месту, всегда можно найти те места, в которых вам будет прям очень комфортно. Потому что, видите, здесь людей становится гораздо меньше. И в море тут гораздо чище. Почему-то водоросли как-то больше привлекают наших любимых отдыхающих на море. Ну, это, говорится, все мелочи жизни. Мы, самое главное, вас ждем. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Можно на центральном пирсе сходить, прокатиться на катере с прозрачным дном и также на теплоходе Гаргипиа. Ну, и разные другие морские развлечения здесь тоже предлагают. Здесь работает эта точка проката. Она тут вовсю звучит и приглашает гостей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Все, друзья, на этой ноте позитивный заканчиваем наше обещание с города Коротанапа, центрального пляжа. Надеюсь, что было полезно и интересно. Всем пока-пока. С вами был Юрий Позоровский.